привет друзья давно я не снимала свои ногтюшки надо бы напомнить и о них а то подумаете что разучилась делать очень хорошо относились бежевый очень долго вот этот цвет он вообще очень такой выигрышный не бросается в глаза отросшие ногтевая пластина а на самом деле тут очень много уже отросло да и вообще активная работала руками вся уже кутикула в заусенцах надо бы все обработать и обновить сначала отодвину кутикулу как всегда маникюр начинается с этого ох как приросла вот тут прям даже сопротивляется активно о видите всего лишь две недели назад делался маникюр я не знаю как умудряются девчонки носить там по три недели по месяцу у меня тут за две недели уже заросли может быть потому что я что-то постоянно делаю руками не знаю у меня все все зарастает обрастает лохматится одна радость ногти не отваливаются но я же их сама делаю так чтобы навсегда но не навсегда но на весь срок их службы чтобы ничего мне не переделывать потом материал я на себя не жалею так вот у меня фокус сегодня убегает материал кстати недорогой в основном все из китая либо мастер маникюра мне что-то отдает если ей там неудобно пользоваться флаконом на исходе этого флакона неудобно ей доставать материал ну в общем единственное что делаю на совесть не экономлю если где-то надо то добавлю слой все у меня сделано добротно но кутикула зарастает жутко ну а теперь буду снимать вот эта рука получается у меня вот здесь вот так вот будет сниматься материал потому что это дрель да это обычная дрель тоже кстати куплена на алиэкспресс но я к ней уже привыкла я говорила тем кто давно смотрит ну а кто впервые включил то вот эта дрелька с алиэкспресс стоимостью 400 рублей снимает отлично фрезы специальные маникюрные ну и пришлось поменять вот этот вот вот эту вот вставку вкладыш потому что обычные фрезы они все-таки потолще имеет хвостовик а под маникюрные купила вот эту вот вкладочку только ну в общем вот так вот буду снимать на этой руке так вот ну а на этой руке получается даже удобней от себя поехали тогда все готово стараюсь максимально сократить видео чтобы вам не утомительно было смотреть ну очень удобно бежевый цвет я кое-где не допилила потому что фрезой неудобно залазить в такие маленькие места а дальше будет еще обработка теперь пилкой и это гораздо удобнее вот тут в рядам форму то есть параллели обновим уберу вот тут у кутикулы переход чтобы у нас было потом все плавненько тут дальше конечно же обновлю свободный край и выровняю саму ногтевую пластину чтобы потом материал ложился лучше тадам запилила ногти еще больше разлохматила кутикулу прям вообще лохмоть и лохмоть и теперь она и так-то у меня всегда разлохмаченная потому что я везде везде лазю своими ручонками так теперь дрельку берем уже с другой фрезой вот она малюсенькая такая но я к ней приспособилась тут раньше была красная насечка то есть это средняя жесткость и вот сейчас вот так вот разок пройдусь между кожей и ногтем всего лишь разок чтобы чистить терегий а вот дальше только по коже вот так вот 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 так вот вот так вот вот эти вот все уберу лохматки лохматки мохнатки то что разлохматилась кожа вот это вот все я сейчас буду убирать и работает длительная кропотливая для вас все сокращу и покажу готовый вариант о тут уже вот прям что-то пыталась отрывать вручную и и это сейчас зачистим будет красиво ну готово поснимала я все свои лохматости конечно пылинки еще где-то то там то сам лежат потом помажу маслом пути кулы и будет вообще красота вот где был оторван заусенец там конечно зашлифовать кожу очень проблемно поэтому наверное мастера и ругаются не трогайте сами ничего не делайте потом работать тяжело ну теперь теперь можно переходить к покрытию обезжиривание и у меня для этой цели прекрасно используется обыкновенный ацетон стоит вообще минимально в магазинах как понимаете целые пол литра за копейки а справляется просто замечательно как видите у меня никогда ногти не отваливаются ни один вот такой вот лайфхак порой можно найти клад там где не ожидаешь например в хозяйственном магазине ну в общем и так все ноготочки дальше переходим к покрытию базы и она у меня тоже из простых недорогих с алиэкспресс кому интересно оставлю ссылку под видео покрытие начинаю с мизинца мне почему-то так всегда удобнее и с отступом примерно по миллиметру от кутикулы и боковых валиков это делается для того чтобы потом сделать более плавный переход и вот так быстренько покрыла переворачиваю и жду когда материал выравняется если что помогаю кистью но в принципе базы неплохая выравнивается сама и и отправляю в лампу а дальше я свою уже немалую такую длину укрепляю гелем тоже вена лиза в принципе недорогой и меня устраивает это строительный гель он достаточно густой и наносится почти точно так же как и база тоже с отступом примерно миллиметр но он погуще и можно чуть-чуть помедленнее все делать никуда практически не убежит и не утекает точно также нанесла перевернула жду выравнивания в принципе материал справляется самостоятельно хоть густой ждать чуть чуть дольше но выравнивается нормально и все сушку готовы мои укрепленные такие толстенькие выровненные ногти и теперь пришло время покрывать я выбрала вот такой цвет и нет и это не голубой не фиолетовый это такой осенний серо-зеленоватый но он совсем не скучный и я покажу вам это не знаю кстати дорогой это бренд слава недорогой это подарок так вот складывается что ноготками занимаюсь много лет все знакомые знают это и что-то дарят так так как это уже цветное у нас покрытие тут важно заполнить все пространство ногти все все до самой кутикулы и боковых валиков это козюлечки попадаются тут козюлечки убираем так а цвет тоже выравнивается и поэтому на несколько секунд переворачиваю вверх пальчиком вниз ногтевой пластиной подождали примерно секунд 10 этого достаточно и в лампу готово вот такие матовые неяркие цвета всегда хорошо сочетаются с чем-то блестящим а конкретно вот этот цвет хорошо сочетается с фиолетовым удивительно как сочетается я уже делала дизайн с фиолетовыми стразами и получилось очень интересно этот гель-лак имеет липкость что мне на руку в данном случае и вот такой полосочкой я буду добавлять какие-то узорчики раз и вот так вот в произвольном хаотичном порядке на все ноготочки здесь например хочу в основании ну или в середине опа но может быть здесь получится в основании так как клякс очка фиолетовая по моему просто бомбезно ну в общем покажу и все сразу уже в итоге как получилось а завершила я маникюрчик топ использовала вот такой тоже из недорогих с алиэкспресс плюс беру большие объемы и обходятся достаточно дешево хороший топ рекомендую ссылочку могу оставить под видео и вот такие вот получились ногтюшки очень интересное такое сочетание вот этого серо-зеленого с фиолетовым мне кажется фольги можно было бы поменьше а может быть и ничего ну интересненько так получилось необычно а то все розовенько фиолетовенько надо и другие цвета пробовать а так вот серый с фольгой так вот интересно получился всем спасибо за просмотр а за лайки оставайтесь на канале впереди будет интересно и подписывайтесь чтобы снова увидеться пока пока до новых встреч пока 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 пока